Меня зовут Артём, я служу в Вооружённых Силах России, люблю свою жену, детей. Меня зовут Лариса, ну и, соответственно, чем я занимаюсь? Сижу в декрете. Артём достаточно пассивно себя ведёт, ну, чтобы никто его не трогал, и ему хорошо. Ну, мне надоело, и я решила стать ведущей на праздниках, корпоративах. Она меня провоцирует на то, чтобы я вставал и делал с ней что-то. А, вот. А тебе нужно после работы хочется с телеком, да? Ну, да. А что должно произойти у тебя на работе, чтобы ты резко пошёл в карьеру? Мне нужно получить образование соответствующее. Мне нужно получить среднее специальное образование, и я стану пропорщиком. И чё? Это вообще верх твоих желаний? Это вот потолок? Вот вы сейчас выберете друг другу татуировки, как они могут повлиять на ваши отношения? Нет, ну, если он меня там бантик набьёт, то они повлияют на наши отношения. А что у девушки должно быть, если не бантик? Ты чё, обалдел? Артём, а какова твоя реакция будет, если тебе не понравится татуировка, которая тебе заготовит? Если у тебя бантик будет. Лариса, я не думал об этом, кстати. Пожелание по татухе у меня одно. Смотрит на эту татуху и думает, надо что-то сделать. Слушай, она сильная, мощная. То есть нужна такая татуировка, которая его мотивировала к каким-то активным действиям, скажем так. Да, постоянно. Лариса очень эмоциональный человек, очень яркий человек, сильный человек. Лариса очень много в этой жизни перенесла серьёзных проблем и выдержала это. Случилась не очень приятная ситуация после родов. Последние роды у меня были достаточно тяжёлые. Удалили всё, что только можно. Не могу больше, да, сама родить. Это что помогло тебе справиться с этой ситуацией и пережить её? Муж помогал. Это не то, что боль, это, наверное, больше обида. Потому что это произошло не по моей вине, а это именно по вине врача. И привет ей большой. Надеюсь, она увидит. Как вообще сейчас в армии относятся к татуировкам? Переживаешь? Я переживаю, как у Ларисы могла возникнуть такая мысль наколоть именно здесь. Я сейчас убежу и всё больше и больше думаю о том, что зря себе поехали. Ну что же, настал самый такой кульминационный момент. Можно я пойду? А что такое? Что случилось? Ничего. Не хочешь посмотреть? Нет. Что случилось? Ничего. Я даже не знаю, что с кодом. Я не ожидала просто от него такой реакции. Меня это прям очень расстроило. Ну, ненавидишь? Что ты добилась этим? Головы нету, что ли, на плечах? Ты бы ещё на члене заказала. Ничего не хотел плохого. Готов открыть Ларису на татуировку? Да. Её – да. Ау! Она должна понять. Что ты хотел сказать этой татуировкой? То, что Лариса – этот цветочек, он очень маленький, очень хрупкий, но способен сломать асфальт на своём пути. Это, мне кажется, очень сильный смысл татуировки. Я думала, там будет всё гораздо хуже. А тут такое. Мне правда очень понравилось. И как он это преподнёс. И вообще, в принципе, что он там набил. А до кого он, наверное, не хочет. А вот Тёма так прям подошёл к этому серьёзно, к татухе. Ой, Артём. Да. Какие ожидания? Не знаю. Переживаешь? Немножко. Я не знаю, что сейчас будет. Я не думала, что так расстроится. А на что ты надеялась вообще? Ну, то, что воспримет как-то с юмором, что ли. Но, видимо, он не оценил. А теперь мы разведёмся. Та-та-та-та. Судя по его глазам. Тём, этот волшебный пендель для тебя с пониманием, с любовью. Чтобы всё у тебя как-то поменялось в лучшую сторону. Что ты чувствуешь, Артём? Из девочки небольшую со стороны жены. Лариса молодец. Очень хорошо донесла до меня то, как я живу. Что мне надо изменить. И в себе, и в своём поведении, и в своей жизни. Ты скажи вот, верь мне честно, ты после этого разведёшься с Ларисой? Нет, конечно, не разведусь. Вы что, издеваетесь? Это моя жена. Всё, господи. Анов в чём-то права. И у меня есть теперь над чем поработать. Я думаю, после этой программы многое изменится. Ты ещё злюшься? Да. А сейчас? Да, я всё время буду злиться. Ну, может, сегодня позлиться, и завтра уже будет улыбаться. Я надеюсь. Спасибо. Продолжение следует...